всем привет это видео посвящено сильфом небольшой гайд как я обещал и заодно тестируем новый звук новые наушники прошлое видео мне что-то не понравилось по звуку очень тихо было слышно голос я записывал через проводные наушники через микрофон вот в этот раз записываю через airpods и надеюсь что яблочко не подведет и звук будет более громким и более качественным так сразу хочу сказать что я в этом гайде не буду трогать самые самые основы и азы по сильфам да где их брать как их собирать там и так далее ну кроме до двойных сильфов вот ну просто почему я не буду это делать потому что это очень надолго затянется если я буду это все рассказывать этого первых а во вторых я думаю вы те кто здесь играет те кто смотрит этот канал вы в принципе понимаете сколько стихий где их брать как они сливаются там и так далее и тому подобное в этом гайде рассмотрим такие насущные проблемы как где брать детали для создания шмота сильфа где брать камни для них как быстро прокачаться ну и так далее и так далее то есть какие такие тонкости и нюансы показываю на примере мага танку меня сейчас в небе фармит вот но я сегодня уже apple там шмот на сильфе и вскрылся такой нюанс у меня локи там золотой и ну соответственно максимального качества красного локи не может быть да он только золотой красный может быть только один либо зевс либо арс то есть это огненный и электрический сельф ну то есть по сути по большому счету существует до 5 эволюций да вот первые три эволюции у нас доступны на базовых четырех стихиях это ветер вода огонь электричество и двойные сильфы то есть 5 эволюций у нас доступно на свете и на тьме то есть у нас до на третьей эволюции тима это гера свет это венера да после этого они соединяются в локи и локи но локи это получается четвертая эволюция и пятая эволюция это получается уже логическое продолжение локи да это один но это вот как раз то что можно было брать с ежемесячного обмена на сельфов вот который закончился кстати говоря если вы не донатить и у вас нет возможности взять локи или один а то я рекомендую вам выбирать из двух сельфов это либо электрический сельф либо огненностью я всегда играл электрическим сельфом хотя огненный сельф более универсальный скажем так то есть если вы хотите сидеть на уровне дата вся там на 60 на 40 на 40 сельфов нет до 50 60 уровень если вы сидите то здесь конечно нужно выбирать между вот этими двумя сельфами на 70 уровне конечно в идеале взять локи он доступен 70 уровня вот но как я уже говорил если вы не донатите скорее всего локи вы не возьмете как и воде на то есть это какое-то может быть стечение обстоятельств либо какой-то праздник либо какой-то ивент крутой когда вы можете накопить до ресурсы и на ежемесячном обмене их взять либо может быть каким-то чудом я не знаю в каком-то в какой-то компенсации дадут сельфа но я пока здесь такого не видел вот почему я топлю за электрического сельфа объясню максимально просто у электрического сельфа самая сильная ульта ульта да это вот этот максимальный супер удар скажем так он сейчас я вам покажу здесь он дает 470 процентов атаки 470 процентов это самый наивысший показатель вот у одиночной стихии да если мы возьмем огонь у огня здесь 440 то есть на 30 процентов меньше кажется что это немного но это достаточно ощутимо в бою на самом деле вот единственное что у электрического сельфа у него практически все скиллы кроме одного кроме вот этого вот шарика до который здесь или пузырик что это здесь вот вот этот скилл единственный который бьет по двум или трем целям если они стоят на одной линии то есть да вот единственный массовый такой скажем удар остальные все у него точечные в этом плане огненный сельф более универсальный потому что у него практически все скиллы бьют по одной по двум целям и даже ульта у него бьет с вероятностью в 50 процентов насколько я помню она может сработать по двум целям сразу и в итоге суммарно урон будет гораздо выше до чем у электрического сельфа то есть электрический сельф при любом обстояли при любых обстоятельствах при любой ситуации ударит в одну цель огненный сельф может поразить сразу две цели и были такие ситуации когда ну очень красивые да такие бои когда ты стоишь против троих одного в течение боя ты убиваешь сам остаешься на сопле противника еще два и вот вы уже в сельфах ты первый кидаешь ульту и это ульта срабатывает сразу по двум и убивает и одного и второго такие случаи достаточно частые на арене а вот в этом плане конечно он такой более универсальный но так как мы здесь имеем возможность до иметь много сельфов несколько сельфов то конечно это электрический если вы прям вот точно не будете переходить на 70 уровень то есть вы будете сидеть на 50 или на 60 уровне я настоятельно рекомендую взять темного сельфа из лавки да на него достаточно долго копить но он сильнее и 1 и 2 сельфа то есть его данного и электрического сельфа почему у него может быть вот его можно отсюда взять то есть 20000 поинтов здесь нужно чтобы накопить 20000 поинтов нужно обновлять лавку вот внизу здесь есть 3022 у меня поинты сейчас на данный момент вот я сейчас обновлю лавку да и 3032 то есть соответственно 10 купонов дают 10 поинтов чтобы получить 20000 поинтов и получить гадиса нужно потратить 20000 баллов в лавку возможно кстати он выпадет просто так рандомно вот отсюда и не нужно будет иметь в запасе поинты нужно будет иметь необходимое количество купонов 9999 в этом случае я вот если вы не собираетесь аппетит дальше 70 уровне я рекомендую брать его я играл в demon slayer у меня был второй персонаж лук есть видео на канале про него самое самое первое на моем канале я там бью мирового босса этим луком вот у этого лука у смотрите какой там урон хотя ну по меркам вартюн тот персонаж у меня не очень хорошо раскачивать то есть здесь этот персонаж был бы как минимум в два раза сильнее ну потому что здесь просто ресурсов больше чем давали в demon slayer и раскачиваться и развиваться легче но при всем при этом посмотрите какой урон и почему он сильнее всех потому что у него есть скилл который одновременно наносит урон и хилится то есть если рассматривать всех вот этих сильфов скажем тогда в идеальных условиях в вакууме скажем так как абстракцию какую-то то темный силиф будет сильнее потому что у него есть вот такая вот такой скилл плюс у него ульта которая бьет сразу всех противников то есть она пожирает сразу всех противников и еще у него есть у темного сильфа такая крутая пассивка сейчас покажу так вот он вот этот скилл который собственно хилится да но вы его знаете ульта и вот есть пассивка вот она вот эта пассивка она скажем так она вносит такой в команду игроков house до такой типа амнезия кто враг кто друг и противник с вероятностью то есть вот если эта пассивка срабатывает да вот представьте вы в бою и против вас бьются там три человека вы перешли уже в сильфа начинаете бить срабатывает эта пассивка на ком-то из игроков из ваших противников и этот противник под этой пассивкой он вас не ударит он дарит своего союзника то есть это такое типа помешательство я не помню как называлась как назывался скилл типа помешательствами что-то такое что ваш противник начинает бить своих союзников него со своих союзников и это очень крутая пассивка которая тоже очень круто работать вот собственно говоря ну такая небольшая информация для тех кто собирается сидеть на уровне дальше кратко постараюсь пробежаться потому что тема на самом деле вроде вроде кажется короткой на самом деле длинная как быстро собирать шмот на сильфа вот у меня у самого здесь всего четыре шмотки есть правда они уже фиолетовые даст есть у меня еще не полный комплект но уже фиолетовые ну во первых потому что ресурсов как я говорю падает достаточно много во вторых почему мне 4 4 всего да не 6 потому что я на этом персонаже не хожу в небо а это делать необходимо вы заходите в поднебесье здесь берете party надеюсь не надо объяснять про поднебесье как здесь все работает пишите в чат вот сюда поднебесье пишите там онк фарм типа долгий фарм вас приглашают в тиму в команду да и вы здесь у вас здесь появляется party вы нажимаете кнопочку там следовать за party и вас кто-то водит вы бьете вот этих вот сильфов да здесь обитателей вот этого поднебесье здесь есть также вот элитки это когда вы бьетесь сами против себя до за каждую такую элитку их можно в день 10 всего убить этих элиток за каждую элитку дают по 500 очков сейчас увидите убью клона своего вот у меня появилось 500 очков вот 500 поинтов наглядно показываю да вот они 500 поинтов таких элиток они вот здесь видите элит элит написано элит они вообще на самом деле появляются довольно редко на этажах ну вот ночью когда никого нет их здесь много вообще обычно этажи состоят не из элиток из обычных сильфов здесь про все вылить вообще просто на этих этажах никого нет никто не бьет сильфов и они просто заново не спаунятся вот поэтому сейчас все вылит как вот ночью прям очень круто заходите сразу можно 10 убить то есть сразу пять тысяч очков получить что на эти очки делается здесь есть магазин довольно сверху магазин под небесе здесь есть детали для покупки для создания шмота сильфа то есть можно их брать отсюда это будет очень быстро то есть это как вариант да так же самое абсолютно здесь за очки покупаются вот эти элементы для того чтобы сделать из синего шмота фиолетовое из фиолетового золотое и из золотого красное единственный нюанс я вам хочу напомнить это очень важно если у вас сильф синий синего качества то вот такой синий вот как у меня и риска то на него можно поставить только синий шмот если сильфиолетовый него можно поставить уже фиолетовый если сильфи золотой него можно будет поставить золотой если сильф соответственно красного качества его можно шмот можно апать в красное почему я это упомянул я сегодня на основе на танке апнул из золотой шмотки в красный у меня там 4 фиолетовых шмотки и 2 золотых было я сегодня с дуру забыв вот этот нюанс апнул одну золотую шмотку в красную начиная ставить она не ставится у меня же там лодки у меня не один а лодки не имеет максимальное качество золотое в итоге шмотка теперь лежит ни туда ни сюда то есть она ждет один а вот и встанет только на один она красного вот ну либо на 1 либо на либо на зевса также стоит упомянуть что вообще в этой игре на пока версии да и вообще в целом в концепции этой игры двойные сильфы есть не только у светлого и темного они также есть и у ветра воды и огня электричество огонь электричество образует на 5 эволюции тора и у него две самые сильные ульты в этой игре то есть неизменно да вот самого начала если у электрического сельфы самая сильная ульта то в торе тоже они две там самые сильные ульты единственное что эти ульты также работают только по одной цели фрига это двойной силь ветра и воды это сельф поддержки то есть это на битве классов их собирают ставят за собой и они там и хилят и дают руны ярости и воруют заряд сильфа у противника ну знаете да как ветер работает какие у него скиллы есть вот но в нашей игре до патч можно сказать вот этих вот 5 эволюции только ну скажем так первого уровня до патч где в котором завезли только слияние двух двух стихий тьмы и света на самом деле это хорошо потому что в любом случае это самый универсальный сильф и в целом все топ игроки они используют всегда только один исключение могут быть какие-то боссы гильдии и мировой босс когда ставят тора потому что ну как я и говорил у тора там три ульты можно поставить все эти три ульты они максимально дамажны вот то есть урона за единицу времени больше всего конечно же нанесет тор но более универсальный один поэтому хорошо что у нас здесь в этой игре один так где еще можно взять где еще можно взять элементы для шмота сильфа продолжим тему каждый день каждый день то есть вы каждый день проходите да вот арену сильфов в обязательном порядке это нужно делать это нужно делать с максимальным количеством очков то есть зашли в серебряной зоне вот silver зон то есть зоны здесь всего три до точнее четыре ну железную я даже не рассматривал серебряная золотая и бриллиантовая серебряной зоне максимальное количество очков которые вы можете получить за один бой 220 в золотой 235 и в бриллиантовой 245 или 255 не помню вот ищите где 220 и ту соответственно команду противника которую вы сможете победить то есть команду сильфов каждый день проходите по 10 по 10 противников на арене сильфа и каждый новый день каждый новый день когда вы заходите в арену сильфов вам выдают два вида вознаграждения верхний парк это парк который вам дает детали созданию шмота сильфа нижний пак здесь который появляется вам дает вот такие элементы сейчас я вам покажу вот они вот эти элементы эти элементы нужны для того чтобы делать зачарование на шмот сильфа то есть у нас в принципе в игре все подвергается зачарованию да и на персонажи и на сильфе точно также делается это вот здесь вставляете шмотку точнее это повышение прошу прощения upgrade а нет это повышение просто они максимального уровня поэтому не показывается вот здесь вставляется вот эти два элемента которые я показал середку да и вы начинаете их зачаровывать 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 жмете кнопочку зачарование жрет очень много голды чтобы синий на фиолетовую полностью зачаровать одну шмотку нужно примерно 170 миллионов голды примерно так полностью зачаровывайте здесь еще кстати важный момент первую шмотку которую вы делаете на сильфа вы делаете вот эту шмотку правом нижнем углу которая дает атаку матка и радка вторую шмотку которую вы делаете делаете вот этот вот пояс или кольцо что это он дает физическую магическую защиту вот первые шмотки вы делаете вот эти а пойти соответственно зачаровываете на первые шмотки эти две то есть сначала атаку потом защиту а потом уже все остальные 4 которые дают которые дают просто хп здоровье это тоже важно но самый важный показатель в этой игре это атака всегда так было всегда так будет сначала мы качаем атаку потом защиту и потом уже все остальное так еще пробегу здесь по сильфам расскажу потому что вопросы прилетают мне блин и в игру и в комментарии на ютюбе в игру вообще очень много людей пишет я уже даже иногда не успеваю просто захожу мне там по 6 по 7 сообщений просто разом как правило время нет и хочется быстро быстро там все и винты закрыть приходится с ребятами переписывается неудобно тоже отвечать не отвечать нельзя вопрос вот такого характера какие сильфы да какой атакой бьют люди просто многие не знают объясняю электрический сельф бьет магическая так это маг атака и неважно если у вас танк или лук вы можете играть танком или луком у которых физическая атака но при этом взять сильфа магического то есть электро до сильфа просто при переходе из сильфа как это работает механика просто при переходе в сильфа ваша атака физ атака складывается с атакой самого сильфа в одну цифру то есть к примеру у вас там 30000 атака у танка до физическая и 30000 атака у сильфа когда вы перерождаетесь в сильфа в бою ваша атака складывается одна и вторая и вы сильфом начинаете бить просто 60000 то есть ничего страшного в этом нет не надо танком брать столько физиков а магом только соответственно сельфов которые там мой мага так люблю нет без разницы можно брать любого единственное что я не рекомендую брать воду и ветер потому что но это сильфа поддержки они не дамажные а у нас как и говорю самый главный показатель в игре это атака поэтому вот выбирайте из двух в зависимости от вашей манеры игры да скажем так но я все-таки рекомендую всем электрического сильфа это мой личный совет мое такое субъективное мнение то есть это не объективно кому-то может быть понравится огонь больше нравится огонь но я топлю за электрического сельфа и играю электрическими сельфами вот ну здесь конкретно на этом аккаунте соответственно продолжим электрический у нас бьет маг атакой огненный бьет физ атакой ветер бьет физ атакой вода бьет мага так темный сельф гадос бьет физ атакой светлый сельф аполлон бьет мага так все с этим разобрались дальше 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 где еще можно взять где еще можно взять дополнительные ресурсы к сельфу смотрите показываю вот здесь в обмене в ежемесячном можно обменивать 50 там бамбуковой сейчас бамбук это да вот на такие мешки 25 мешков в каждом мешке вот эти вот элемент по два элемента сразу идут они в равных количествах которые нужны для зачарования шмота сельфа вот этот вот элемент и вот этот и по моему здесь же можно взять да здесь же можно взять элементы для того чтобы перевести из синего качества фиолетовое качество шмот сельфа и здесь же можно обменять чтобы из фиолетового качества перевести в золотой качестве но делать этого я не рекомендую я рекомендую все-таки ходить вот сюда до в поднебесье магазин и здесь это все покупать потому что это доступно легко вы ставите на ночь просто персонажа я как делаю я либо ставлю в эмуляторе на компьютере либо ставлю телефон ставлю телефон минимальную яркость включая и ставлю просто на ночь телефон на зарядку и вот он у меня всю ночь на минимальной яркости лупит в команде поднебесье с утра встаю и телефон заряженный и как бы очков нормально встал там свои дела делаешь уже игра ночью там формила если у вас есть какой нибудь старенький телефон да может быть там какой-нибудь рэд миг старый может быть какой-нибудь xiaomi старый у вас там есть или айфончик какой-нибудь там 7 6 у вас где-то завалялся сюда на них спокойно встанет эта игрушка и вы можете старый телефон также использовать для фарма на ночь ставите все и не париться вот так прошмот рассказал про зачарование рассказал что еще здесь важно знать скиллы как ставятся скиллы скиллы ставятся через вот это меню сначала нужно купить сам скилл да то есть вы покупаете необходимый вам скилл и здесь есть вот такая кнопочка типа new слот если у вас вот слот свободный как у меня видите здесь 5 есть для скилла то есть есть для пассивки есть для скилла вот если я хочу поставить боевой боевой скилл да вот например вот этот я хочу поставить себе в сельфа да то я обязательно нажму вот эту кнопочку она стоит 200 или 300 купонов но скилл точно встанет сюда если вы галочку это не поставите он может заменить любой уже из имеющихся скилов может не заменить все зависит от рандома может и в пустую ячейку встанет а может быть встанет на ульту и вам придется заново покупать ульту например а ульта стоит дорого это по моему стоит 700 купонов сейчас вам точно скажу сколько стоит ульта 745 до 745 вы снова потратите на ульту и вам придется снова нажать эту галочку для того чтобы стали скиллы на вот если у вас уже до все заполнены скиллы и вы хотите какой-то из них поменять вы ставите то есть можете галочку ставить можете не ставить уже смысла это не будет иметь скиллы будут заменяться рандомно то есть опять же подбор скилов до грамотные например на того же самого локи или одина может занять достаточно большое количество времени бывает так что вы ставите ульту потом ставите кунь 2 скилл второстепенный да и он встает на ульту вам снова придется искать ульту а на одина и локи они либо за донат продаются либо в обмене получается то есть не так то просто и вот этот вот рандом да как встанут вот эти скиллы это достаточно такая муторная тема проблемная но как есть так что еще по по шмоту здесь хочу сказать если у вас соответственно магический до сильф то вы ставите камни на первую очередь всегда мы ставим камень на атаку во вторую очередь мы ставим камень на хп камень на хп помимо сильфа самого вам дает еще и персонажа то есть 5 880 у вас еще плюс анется к самому персонал то есть вы без сильфа бегаете но вот все те камни которые дают хп моему сильфу они дают также хп мне то есть вот у меня сейчас 289 тысяч до хп это все благодаря ну дополнительно дополнительно это благодаря вот вот этим камням после этого третий камень какое ставится но обычно если магический сильф да то защита стоит магический сильф то обычно ставится защита против физиков пдф да у меня стоит здесь 50 на 50 насколько я помню ставил да у меня стоит более сильные камни против физиков против то есть пдф и два слабых четвертых камня у меня стоит на модель вот соответственно когда четвертый у вас открыто вы уже туда добиваете необходимую защиту если у вас модель добавляйте pdf ну и в обратном порядке так еще ковка до ковку тоже покажу что у нас в ковке ковка у нас здесь делается тоже максимально просто если сильф у нас бьет магической атакой мы все делаем в матка то есть мы делаем ковку и у меня все шмотки если вы заметите вот они очереди везде матка 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 то есть а вот кроме вот это это я недавно сделал ее не заковал но давайте вместе с вами языку ем и как раз я вам расскажу как ковать чем больше вы куете тем чаще вам вылетает более высокие показатели каждый раз когда вы куете принимайте даже если они здесь плохие куете принимаете куете принимать пока не выпадет нужный вам скилл мне нужен матку вот первый матк выбежал я ставлю на него замочек один такой замочек стоит 10 купонов теперь каждый раз когда я буду ковать у меня будет списываться по 10 купонов вот за один замочек но вот этот показатель уже никуда не сдвинется то есть я следующий кую все у меня матка остается следующие три появляются сказать так же самое мы добиваем того того чтобы у нас появилась вот 2 матка до ставим второй замочек теперь у нас каждый раз будет списываться по 20 купонов дальше начинаем ковать видим третью матка но очень низкий показатель не нравится мне поэтому не буду его сохранять куем дальше делаем ковку мак защита физ атака хп нам не нужно так опять слабый показатель магической атаки куем дальше опять слабенький показатель снова слабый что-то не везет в этот раз опять 70 вот есть поймал третью теперь по 30 купонов будет списываться ну и осталось 4 найти сейчас искать 4 защита ну вот вполне вполне меня это устраивает все у нас теперь все четыре шмотки с показателем на маг атаку соответственно сильв стал бить сильнее на вот то количество которое мы заковали так камни где брать камни самое простое это брать камни с рулетки да то есть они здесь очень часто выпадают я думаю рулетку знаете как крутить да я рекомендую кстати если вы сидите на уровне да в первую очередь в первую очередь гнаться за золотыми кнутами и вот этими коробочками вулкан пак почему потому что эти коробочки можно обменивать вот в этом обмене на махру если она необходима либо горох я рекомендую все полностью обменивать в горох на начальном этапе почему потому что ну соответственно вам хотя бы до фиолетового нужно доделать сильфа до чтобы более-менее был сильным до для этого как бы в самом самом начале вы можете обменивать чуть-чуть этих коробочек на махру но позже обменивать на горох почему потому что есть ивент на заливку на заливку сильфов где мы можем заливать до горох в сельфа за каждые 100 гороха нам дают по моему если не ошибаюсь по 20 или по 50 пыли который мы можем получать астралы как видно у меня здесь астралы достаточно хорошо вкачаны если посмотреть у меня седьмой на атаку уже за пыль вкачан уже дает плюс 14000 атаки ну и соответственно здесь физдев крит 10000 до и блок 8000 я сейчас все еще повышают то есть здесь еще и очень важный такой элемент падает гороха это пыль которая ну необходимо крайне необходимы для сильно для астрал так что касается что касается вообще самих и винтов но и вообще вот этого вот накопления плюс дополнительно если вы ходите на мирового босса да все дару который у вас есть я рекомендую вам ну соответственно вкладывать вот сюда в гильдию да и в магазине здесь ежедневно покупать три вещи первое это махра 2 это горох и третье это вот эти вот соответственно медальки для того чтобы можно было повышать скиллы самой гильдии да вот здесь вот здесь вот они у меня здесь не до конца прокачаны но я пока не особо качал потому что переключился немножко на вот эти нижние вот который по 5000 сейчас элементы они нужны для того чтобы делать зачарование на шмот персонажа да вот мы здесь видим на шапка зачарована но она не очень сильно дополнительно плюс 1700 атаки плюс крик 3 процента то есть вот такие зачарование чтобы делать я качал но если вы не еще ничего не зачаровали и в целом у вас хватает дару на то чтобы покупать как я делаю да на танки на основном персонаже я покупаю каждый день максимум можно купить 200 махры 200 гороха в день и 5 вот этих вот медалек если имеете возможность каждый день покупайте за неделю у вас таким образом плюс вместе с рулеткой до скапливается достаточное количество махры и горох и вы успешно качаете и сильфа и астралы и все остальное что падает с ивента соответственно продолжим здесь в рулетке падают четвертые камни на сильфа здесь их отсюда можно брать да и дополнительно дополнительно с ежемесячных обменов с которого мы могли забрать до 1 или локи когда у вас остается валюта там два вида валюты как вы помните да 1 в конце вот этого именно обменивается одна единичка на 500 тысяч голды а вторая валюта как правило она обменивается сейчас покажу где она где она эта валюта вот она блуд стон камень крови или кровавый камень переводится вот здесь здесь я сегодня уже просто обмениваю также добываются вот эти вот камни для сильфа то есть у вас остается с обмена старайтесь не тратить там на всякое говно которое вам не нужно элементы лучше в конце вот этого и винта потратьте если у вас остается да какие-то остатки приоритетно конечно обменивать в том обмене на маунтов на коней до делать обмены либо на какой-то шмот который вам действительно необходим и все остатки сливать вот сюда забирать вот эти камни бывает так что у меня лично вот на этом аккаунте бывало так что у одного ресурса оставалось там по 120 единиц или по 130 единиц то есть я сразу забирал 120 и 130 вот этих вот камней на здоровье для сильфа дальше соответственно мы переходим с самого сильфа да здесь есть такая кладочка камней мы берем нажимаем конверт и конвертируем необходимые вот набрали мы 120 штук там здоровье вот у меня 17 штук 4 уровня сегодня на обменивал нужно мне их обменять там в маг атаку я обмениваю здесь да вот количество которое хочу обменять здесь регулируется и обменивается но я думаю вы это тоже все знаете дальше ядра 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 по ядрам существует только одно ядро которое я рекомендую вам ставить в центр это ядро eternal это ядро дает физическую и магическую защиту лучшие ядра по моему нет здесь еще с этим ядром прикол в том что помимо того что это ядро дает физическую и магическую защиту сильфу она еще дает физическую и магическую защиту вашему персонажу единственное смотрите эти ядра очень редки да и вот у меня сейчас есть ядра для того чтобы апнуть на следующий уровень да но я все-таки думаю что здесь будет лодки если этот персонаж останется либо если он пойдет на 80 уровень я все-таки постараюсь взять сюда один да и я оставил эти камни на более сильного сельфа то есть их нельзя снять эти ядра да и переместить на другого сельфа нет они либо остаются либо уничтожаются дальше какие ставить здесь ядра синие я рекомендую ставить те ядра которые дают непосредственно определенные характеристики если у вас магический это магический сильда магическая так и бьет соответственно ставите маг атаку соответственно ставите ядро на маг защиту ядро на хп ядро на физ защиту вот у меня здесь неправильно мне здесь на крит стоит и ставите ну вот идеальный пример да идеальный пример вы можете зайти на силь в бр вранд зайти в миш сервер а ну вот рой да у роя тоже отличный сайт на ядра стоит поэтому можете прям вот зайти и сюда посмотреть какие у него ядра стоят вот у него стоит eternal про который я говорил у него стоит хп у него стоит pdf у него стоит мдф у него стоит маг атака и у него стоит снижение урона на 4000 вот я считаю это идеальный ну один из идеальных один из идеальных сетов на яд вместо вот этот дома дамаг редукцион до которые снижают входящий урон здесь есть ядро я не знаю она у меня есть здесь сейчас если есть я вам покажу а их наверно здесь не открывал короче там есть ядро сейчас его постараюсь здесь найти синяя здесь кстати вот да сюда нажимаете на альбом здесь можно посмотреть все ядра здесь все описание и так далее и тому подобное здесь есть ядро которая дает очки заряда сильфу и это тоже достаточно ну такой прикольный эффект на самом деле сейчас я постараюсь его найти я просто не очень хорошо знаю английский язык так можно вот этот нет нет короче здесь есть одно ядро надо просто посидеть по переводить по заморачиваться если вдруг кто-то захочет по моему там было ядро которая заряжает вашего сильфа чуть чуть быстрее чем чем у вашего противника ну чем чем стандартность или заряжается то есть ваш противник вашему противнику нужен будет грубо говоря еще ход для того чтобы сильфа зарядить у вас уже он будет заряжен это происходит в каком-то небольшом проценте то есть есть небольшая вероятность на что он схватит чуть больше поинтов на зарядку сильфа но тем не менее мне кажется это в некоторых случаях это преимущество прям большое когда вы вперед запрыгиваете в сильфа но опять же это будет наверное иметь значение только если вы сильный достаточно и наверное если вы сидите на уровне на 50 на 60 или возможно на 70 потому что на 80 уровне топы они не то чтобы рано там в сильфа прыгают они наоборот ждут чуть ли не до 100 процентов когда бой перейдет уже когда атака повышается до сначала там через минуту она повышается на 50 процентов они все равно лупятся в персонажах до 100 процентов вот на 100 процентов они уже то есть запрыгивать всех почему потому что у них настолько сильный дэв что если вы бьетесь например против мага да то маг может любую вашу атаку и просто захилить то есть вы угробить и целого сильфа если вы 1 запрыгните до сольете туда все соответственно все удары противник ваш в это время просто будет тупо хилиться отхиливать свое здоровье обратно после этого вы прыгните из сильфа а он на усилении запрыгнет в сильфа и просто вас убьет точно так же танки запрыгивает под щит и максимально просто тоже сохраняют свое здоровье пока вы и там а точке их танки вообще очень хорошо стоят у них еще и блок там отхил дает плюс щиты плюс снижение урона там и так далее и так далее и так далее плюс у танка самый большой показатель хп в принципе в игре да и он рун и отхиливается больше чем кто-либо другой танк тоже спокойно сохраняют эту тенденцию и отхиливается пока вы убьете поэтому возможно этот это ядро она будет там полезно для тех кто сидит на уровне на 50 на 60 на 70 возможно на 80 лучше ставить вот все как у трое заходите к нему смотрите идеальный сет на ядро так что еще по сильфам что еще по сильфам что еще хотела рассказать как сильфа апают сюда так первое что мне нужно снять все сильфа снять самого сильфа и и снять сильфа с арены тут еще кстати 5 шмотка появилась копились элементы сейчас снимем с арены и проведем эволюцию так сюда 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 вот сюда да все есть и мы делаем эволюцию все появился геркулес традиционно у меня нет ютуб так одеваем ну и теперь у у нас сильф второй эволюции вот так собственно говоря это и делается так что мы имеем теперь теперь мы имеем возможность для того чтобы этого сильфа продолжать качать горохом то есть у нас здесь явилась достаточно большой запас для того чтобы прокачивать сильфа ну и соответственно он станет гораздо сильнее для того чтобы сделать вторую эволюцию темного и светлого сильфа нужно будет 500 еще вот таких камней для того чтобы переводить сильфов например чего я не рекомендую делать например из локи в одино до или из ареса там ареса сливать там с зевсом она раз и зевсом не получится геру сливать с афиной делать из них локи из локи делать один и не рекомендую потому что это очень дорого очень дорого реально нужны вот эти вот все элементы плюс также нужно нужен будет лунный камень и лунный песок в огромных количествах и эти элементы падают либо за донат либо очень дорого обмениваются в ежемесячном обмене там где вы должны брать коней вы будете сливать просто все вот на вот эти элементы и копить 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 и будете копить я вас уверяю если вы не донатите вы будете копить несколько лет реально для того чтобы сделать первого двойного сильфа это муторно очень дорого никому не рекомендую если кто-то хочет прям играть полноценную эту игру нужно по-любому брать кодина ну то есть если вы на 80 уровне играете если вы играете там но сидите на уровне то в целом можете обойтись зевсом либо аресом ну если чуть-чуть донатите не сильно то можете взять ловки на 70 уровень как бы это будет идеальный вариант вот во всех остальных случаях вообще даже не думайте про это это реально дорого неоправданно долго и просто я не знаю вы просто съезд вас у вас все нервы так еще в этом видео я хотел бы с вами сделать об 7 шмота на оружие сегодня и винт насколько я помню где он да сейчас мы с вами сделаем оружие 8 для этого нам понадобится 20 заготовлены единственное что у меня нет купонов у меня всего 4 точнее не купонов и жетонов вот этих нужно 32 у меня 4 и соответственно я буду докупать балиными ну то есть купонами 8344 купона потратится но у меня там 12 поэтому вы не проблема а по им и получаем восьмую пушечку так теперь мы и поставить то оружие которая нас и стояла и сохранить ну и забрать награду на самом деле со шмотом очень большая проблема не в плане там синтеза шмота накопления шмота в плане место столько места он занимает это просто ну трындец реально у меня вся гильдия забита этим шмотом его нужно в идеале конечно апать да но у меня здесь все подготовлено вот 7 еще заготовлен на броню и шапки тоже у меня заготовлены по моему то шапки тоже мне здесь их дофига вон две пятых есть ну то есть хватит для того чтобы апать я вообще кстати со шмотом тоже дам такую рекомендацию я весь шмот с первого уровня на второй и на третий а по его с помощью духов моды это очень сильно помогает сейчас я вам покажу и место экономить и в целом очень быстро а почему то есть я вот практически если мне есть необходимость да вот мне сейчас необходимость там шапку до 8 будет повышать броня у меня там подготовлена шапки нет я вот буду стараться делать так со второго на третий не всегда удачно происходит об ничего страшного но я говорю здесь с духами моды проблем нет поэтому как бы не парьтесь не переживайте можно апать не апается выйти перезайдите и продолжайте то есть я вот рекомендую делать так иногда сразу подряд там четыре шмотки могут в 3 перелись ты перейти да иногда но происходит вот такие фейлы у происходит и происходит я все равно буду апать до 3 сколько бы не ушло сюда духов вот он 3 1 появился здесь хватит духов моды может быть и не хватит чуть сегодня не хочет он наверно посмотрел что 8 сделал и такой говорит так парень тебе достаточно на сегодня с тебя хватит ты так нормально шмот поднял да это вот всего 14 духов моды всего 1 3 вообще такое первый раз на самом деле обычно хватает буквально двух-трех максимум духов моды на каждую шмотку вот ну ничего страшного духе моды здесь копится очень быстро так по сельфам наверное я все что я хотел рассказать и рассказал показал что еще что еще какие может быть какие-то вопросы у вас есть что-то может быть вы не поняли что-то может быть подробнее там рассказать разжевать по какому-то конкретному нюансу пожалуйста комментариях пишите расскажи про то-то про то-то про то-то в следующем видео что-нибудь упомяну из этой темы и все вам расскажу уже с вами на 50 минут охренеть наговорили очень долго поэтому давайте заканчивать всем удачи всем пока спасибо за внимание